Продолжение следует... В конце уходящего года подводят его итоги. В начале года наступившего делают прогнозы. О том, что готовит 2015 год России россиянам, мы сегодня поговорим с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Здравствуйте, Михаил. С наступившим вас Новым годом. Здравствуйте. С наступившим. То есть вы уверены, что аудитория уже похмелилась и готова внимать? Я надеюсь. Скажите, что готовит 2015 год для россиян? Что принципиально для них изменится по сравнению с ушедшим годом? Ну, нужно просто понять, что 2015 на календаре – это некоторая оптическая иллюзия. Вот напишите там себе 1995. И все станет на свои места. Поскольку у нас чрезмерно жесткая финансовая политика и государство заимствовало свою экономическую да и социальную политику с 1995 года, ну вот, пожалуй, снижение уровня жизни, сокращение товарного ассортимента, рост неуверенности в завтрашние дни. Ей, правда, было не очень много. Но этот страх был более психологическим. Скорее, это было… Нас прошлое все время накрывало. Теперь нас накрывает будущее. Точно такое же. Угроза увольнения, угроза сокращения зарплат. Ну, я знаю, что в некоторых, так сказать, компаниях, ну, здесь не первого ряда, в некоторых структурах не то, что новогодние премии не выплатили, а зарплату задержали. А вот если говорить о повышении цен на товары и услуги, которые, конечно же, уже многие заметили, вот что для россиян будет становиться максимально недоступным? Нет, максимально недоступным, естественно, товары роскоши, которые были недоступны. Но из вещей опасных и неприятных, которым нужно готовиться заранее, нужно понимать, что в условиях кризиса торговля тоже на нее реагирует и сокращается весь ассортимент товаров. Если это ассортимент мерседесов, то это мало кого волнует, но нужно понимать, что с ассортиментом лекарств будет то же самое. То есть, если вам нужны какие-то редкие лекарства, то лучше с учетом срока давности закупиться заранее, неважно по каким ценам, и постоянно пополнять этот запас. Потому что просто в один прекрасный день перестанут завозить. А что будет происходить с рублем? То есть, людей, конечно, больше всего волнует судьба их накоплений и вообще то, насколько у них будет хватать денег. Какие ваши прогнозы? После черного вторника, 16 декабря, рубль укрепился. Некоторое время это укрепление еще продолжится, просто в силу предельной жесткости финансовой политики и того, что многие полезные меры, которым все призывали, например, обязательная продажа валютной выручки, она была сделана неформально, на основе уговоров, но она все равно была сделана. Но через некоторое время, я думаю, что весной, может быть, в крайнем случае, в конце лета, рубль опять начнет слабеть. Потому что рубль, в конце концов, это производная от качества управления. Можно посмотреть на наше руководство, там никаких вопросов в отношении экономического блока нет, это катастрофа, бродячая катастрофа. И второе, это производная от уровня развития экономики в целом. А каково может быть развитие экономики в целом при запредельно дорогом кредите? Ну, не как в 95-м, не 220% годовых, конечно, но все равно запретительно. А что ждет малый и средний бизнес в этих новых условиях? Он вообще как-то сможет выживать? Ну, малый и средний бизнес, начнем с того, что у нас он в значительной степени сидит в тени. Геноцид малого и среднего бизнеса устроил еще в позапрошлом году господин Медведев, когда 550 тысяч индивидуальных предприятий закрылось. И тогда про нынешние, так называемые, либеральные власти все все поняли окончательно. Так что малый и средний бизнес, для него кредит был так в значительной степени недоступен. Занимался он в основном торговлей, а торговля кредиты берет, просто на нас потом эти кредиты перекладывает. Так что ждать катастрофы я бы не ждал. А вот в наиболее важном виде малого и среднего бизнеса, там где-то не спекуляция, а там где-то производство, там где это что-то наукообразное, наукоемкое. Вот здесь будет плохо, потому что люди, которые занимаются чем-то наукоемким, будут стараться убегать и уже стараются убегать, потому что они видят неадекватность государства, просто откровенную, демонстративную. То, что касается производства, если они нашли нишу импортозамещения, встроились, замечательно, хорошо. Если не встроились, если на них висят старые кредиты, как, скажем, распространено в сельском хозяйстве, тогда все очень плохо. Нужно еще понимать, что у нас был высокий урожай в прошлом году, хороший, так что в этом году, скорее всего, будет не очень хороший урожай. То есть на деревню, помимо финансового пресса, навалится еще и пресс, что называется, погодных условий. Но вот вы упомянули импортозамещение. Теоретически в условиях недоступности зарубежной продукции у местных производителей появляются новые возможности. Замечательно. Ключевое слово – теоретическая возможность. Потому что возможности-то есть, нет возможности ей воспользоваться. Что требуется для импортозамещения? Свободные производственные мощности, чтобы в цех вошел, налазил производство. Они еще в 2008 году были, сейчас уже нет, практически нет. Свободные рабочие руки. То есть люди, которые имеют трудовую мотивацию. Да, мигранты уезжают из России. Но система образования уничтожает, именно уничтожает, людей, которые хотя бы хотят работать. В результате или, пожалуйста, или мигранты, которые гарантированно неквалифицированные. И некачественные рабочие. Да, некоторые выучились по-русски, но рабский труд, он всегда низкопроизводительный и никогда не совместим с пристойным качеством. А в России все-таки привыкли к относительно приемлемому качеству. С другой стороны, уничтожена система квалификации. Все дружно кричат, все скачут вокруг этой темы, как украинцы вокруг москалей. Но при этом никто ничего толком не делает. Дальше необходимы дешевые кредиты. Потому что если мне нужно нарастить производство, я же откуда-то должен взять деньги, чтобы его нарастить, а простите, пожалуйста, о чем речь? Какие кредиты вообще о чем? Когда банковская система дышит через раз. И, наконец, самое главное, это доступ к инфраструктуре. Попробуйте подключиться к электросетям, попробуйте подключиться к газу и так далее. Есть регионы, где эта проблема решается. Но таких регионов не так много. Но вот в этой связи как раз встает пресловутый вопрос про адекватность нашего политического руководства. Вот с вашей точки зрения, эта ситуация общего ухудшения экономического, она способна поменять наш политический пейзаж? Или он, несмотря ни на что, будет оставаться таким же, как и многие годы уже? Ну, здесь очень простой вариант. Если руководство осознает, что вот эти вот неурядицы, это результат осознанной войны, которая против них ведется, потому что наш либеральный клан, который сидит в правительстве и в Банке России, это точно такая же часть глобального бизнеса, как либеральные руководители Германии, Соединенных Штатов Америки, Польши, Прибалтики и так далее. В этом отношении я лично разница между какими-нибудь Шуваловым и какими-нибудь Ангелой Меркель по отношению к России или там между этой Грибускайта, Литовской или госпожой Небюлиной, просто не вижу. Если наше руководство этого не осознает или осознает, но не сделает практически выводы, тогда нас доведут до системного кризиса, до катастрофы, нас сделают жизнь невозможной и невыносимой, и мы сами снесем эту власть на очередном Майдане, просто потому что нам делаться будет нет. Но вот с этим как раз связан следующий вопрос. Есть альтернатива, если государство одумается, начнет развивать страну, пока не одумалось. Есть объективная причина. У нас руководство не занимается экономикой. Точно так же, если у вас, извините, испортится бачок в унитазе, вы же не будете в нем копаться лично. Вы, как человек цивилизованный, позовете сантехнику, чтобы он все сделал правильно, чтобы не сломать ненароком окончательно все. Вот Путин, на мой взгляд, точно так же относится к экономике, как вы, в очко унитаза. Ну, перестал там смывать, проблемы возникли. Но сейчас мы позовем сантехника. Проблема не в этом. Президент должен стратегией заниматься, не экономикой. Проблема в том, что сантехником, господина Путина, экономистом, работает Кудрин. И других экономистов, кроме Кудрина, Путин, судя по всему, даже не знает, а даже не подозревает о существовании. О том, что есть какие-то другие взгляды. Что во всем мире уже лет 30 проводится другая политика. Ну, во всем мире лет 15. А во многих странах она всегда проводится другая политика. Вот человек занят другими делами. Вот у него есть сантехник любимый. Ну, кончится тем, что не то, что унитаз сломают, а его в этом унитазе утопят. Ну, вот любовь к сантехнику перевешивает все. Ну, собственно, да, вопрос возникает тогда такой. Неужели руководство страны не понимает, что ухудшение ситуации экономической и продолжение при этом этого либерального курса, оно действительно доведет рост протестных настроений до того, что потенциально их можно будет использовать для каких-то российских майданов? Ну, вы знаете, я думаю, что не понимают. Я думаю, что у людей настолько все хорошо в личном плане, что между заплывами в бассейне и прогулками с собачкой по зеленому лужку, пусть даже и за шестиметровыми заборами, как-то мысль о том, что что-то идет не так, она, в общем, не стучится в голову. Не стучится. А с другой стороны, люди все добрые, гуманные. Вот лет пять назад, когда я говорил, что мы о Путине будем вспоминать, как о великом демократию гуманисте, надо мной смеялись, пальцем показывали, не знали, как реагируют. Сейчас уже все признали, что по сравнению с тем, до чего нынешняя политика доведет страну, Путин без всяких кавычек, без всяких шуток будет великим демократом и великим гуманистом. И он еще к тому же очень благодарный человек. Я думаю, что если бы мне Кудрин сделал, скажем, мне, Кудрин сделал то, что он сделал для Путина, президентом я бы, конечно, не стал, но, думаю, никаких житейских проблем у меня бы больше не возникало. Но вот, кстати говоря, если серьезно, вы полагаете, что протестные настроения в России теоретически способны вылиться в некие уже протестные акции, которые дальше может кто-то оседлась, скажем так? А вы знаете, они вылились. У нас в прошлой осенью, еще до всех этих девальваций, были протестные акции в городе Севастополь, где люди обнаружили в порту, что им за сентябрь заплатили 4 тысячи рублей. Такая вот великая зарплата. В 8 раз снизилась по сравнению с временами Незалежной Украины. Были в Уфе голодовка работников скорой помощи. И в Москве было предзабастовочное состояние, где людям просто срезали зарплату. Без всяких девальваций, без всяких катастроф, без ничего. Это и весной. У нас будут крупные социальные выступления протеста. Вы думаете, что можно уничтожить здравоохранение Москвы и никто не возмутится? Или что ограничится 6 тысячами людей, которые там собрались 2 ноября, и 2 тысячами людей, которые собрались чуть позже? Нет, не ограничится. Вы сами выйдете тоже, когда выяснится, что вам лечить невозможно. Не лечат вас больше в этом городе. И таких либеральных реформ, как уничтожение московского здравоохранения, очень много. Московские пробки достаточно вспомнить. Больше половины опрошенных в интернете считает, что Собянин и его мэрия целенаправленно уничтожают Москву. И москвичей, и немосквичей. То есть со стороны это тоже очень наглядно. Хотя вроде бы они строят огромное количество развязок. Решают вопросы. Создали многофункциональные учреждения, многофункциональные центры. Я как москвич просто руку плещу этому. Но уничтожение малого бизнеса, благоустройство, которое откровенно распил денег, уничтожение городской среды, которое производит впечатление хуже, чем то, что было при Лужкове, парковки и все остальное. Это полностью вытесняет из сознания все то хорошее, что действительно делается. И я думаю, это не проблема в Москве, но это проблема в Северной. Вот, кстати, вы упомянули Севастополь. А что, с вашей точки зрения, будет происходить в Крыму в нынешнем году? Знаете, в Крыму все будет относительно стабильно, потому что, глядя на север, глядя на то, как скачивают эти люди, как они на глазах превращаются в обезумевших обезьян. Знаете, в начале сентября я был в Крыму, поездил, поговорил с разными людьми и в середине сентября. И вот, когда разговор шел уже совсем откровенный и без свидетелей, и люди жаловались на новую власть, ужасно жаловались, на московскую, на местную, на все. Я говорю, ну хорошо, может вам в составе Украины лучше было, может вы напрасно к нам присоединитесь. Я задал этот вопрос четыре раза. Два раза мне пытались набить морду, два раза вообще не поняли, о чем ей, пытались уточнить, а что конкретно ты имела в виду. Я думаю, что это настроение изменится не сильно, несмотря на все проблемы. Другое дело, что когда в очередной раз очередным людям заплатят 4 тысячи рублей в месяц, то это будет такой протест, что уж многим здесь, в Москве, покажется, что лучше бы Крым был в составе Украины. Ну а вот с точки зрения инфраструктуры крымской, строительства моста через керченские правительства... Давайте не будем путать строительство с разговорами. Вот пока что взять обычный электрический кабель длиной 4,5 километра и кинуть его под дно Керченского пролива, вот пока что, насколько я могу судить, вся Российская Федерация огромная, богатая, многомиллионная, она не в состоянии это сделать. Я же, проводопровод, это то же самое, только вот такая вот кишка. Не обязательно резиновая, можно брезентовая. Ничего страшного. Не в состоянии это сделать. Думаю, что потому, что наш менеджер привык рассматривать любую проблему не как то, что нужно решить, а как то, на чем нужно обогащаться. А если вы зарезали курицу, которая унесет вам золотые яйца, пусть даже в форме разговоров о том, как мы красиво будем прокладывать этот кабель, ну то вы дурак просто нерыночный, и вас нужно убирать с вашей должности. Ну что ж, Михаил, тогда такой вопрос. Что вы можете посоветовать россиянам в этом, наверное, не самом простом году, с практической точки зрения, как можно ослабить влияние на себя, на свою работу и на свою жизнь вот этого кризиса? То есть какое поведение будет наиболее рациональным? Поведение предельно экономное, но обязательно нельзя экономить на лечении, потому что любую болезнь на порядок дешевле вылечить в начале, чем в конце. Нельзя экономить на развлечениях. То есть на развлечениях нужно экономить, но они должны быть. И здесь поход в какую-нибудь супер-супер-супер постановку за многие тысячи рублей может оказаться намного менее эффективным, чем просто с детьми в снежки поиграть. Или там снежную бабу построить. Укреплять семьи, укреплять дружеские отношения, потому что известная поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей» имеет очень актуальное в наступившем году продолжение. В деньги от него друзья останутся. Ну и когда сойдет снег, то картошечку, огородик и все остальное, потому что рассчитывать нужно на лучшее, готовиться нужно к худшему. И, наконец, Михаил, последний вопрос. Честно, еще бы сказать обязательно. Вы бы хотели, чтобы ваши прогнозы или некоторые из ваших прогнозов не сбылись? Ну, конечно. Я очень хочу, чтобы у нас наше руководство одумалось. И вот мы 12 января выйдем работать, вдруг выяснилось, что из правительства клоуны уволены, технические менеджеры работают на развитие, а не на разворовывание страны, что оказывается кабель в Крым был проложен 25 декабря, я просто про это ничего не слышал, занятый праздниками. И водопровод там уже работает. Я позвонил, и сказал, что это дурак, что ли? У нас все в порядке. У нас вот тут приехал новый министр Крыма, все делает, все в порядке, все решается. Но я, знаете, слабо верю в новогодние сказочки, в рождественские. Пока что наше руководство не давало нам никаких оснований предполагать, что между плохим развитием событий и нормальным развитием событий они способны не выбрать плохое. Ну что ж, Михаил, спасибо. Спасибо. У нас в гостях был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Некоторые из его прогнозов, которые мы сегодня услышали, выглядят довольно мрачно. Но ведь предупрежден, значит вооружен. Если смотреть в будущее открытыми глазами, гораздо больше шансов изменить его к лучшему. Желаю вам хорошо провести оставшиеся выходные дни. До встречи через неделю. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин